Девушки отдыхают Первый прямой эфир, как первое впечатление. Его очень легко испортить. Ответственность и волнение перед стартом финала. Это чувствовал каждый вокалист «Фактор Бай». И неспроста. По правилам, двое участников должны были покинуть шоу. Эмоции там, в полетах, в танцах, в исполнении этой песни. Я кайфовала и пыталась справиться со своим волнением прямо в моменте выступления. И у меня получилось. Прям в конце я такая, нет, у меня мало, я хочу еще. В прямом эфире роли всем исполнителям достались разные. К примеру, опытной Татьяне Прохоренко пришлось сыграть роль агрессивного врача психиатрической больницы. Задача со звездочкой, но бывалая вокалистка справилась с ней на ура. Это вообще на тебя не похоже. Ну вот для меня Таня Прохоренко – это такая сильная self-made woman. Да, эпатажная, да, со вкусом. Но вот это! Как ты вообще вжилась в этот образ? Что помогло? Ты ходишь по квартире, занимаешься своими делами. Ну. И пока кому-то пришлось вспоминать уроки актерского мастерства, другие же старались максимально искренне поведать свою историю зрителю. Владимир Арутюнян сделал из своего номера настоящее откровение. Кто помог тебе прожить эти эмоции? Настроение выбрать помогли Никита, режиссеры, Серега, которому я подходил накануне. А представлял я свою любимую бабушку, которой, к сожалению, с нами уже нет. И я вот как-то, честно говоря, эту песню с ней ассоциировал и встретимся во снах. А Артему Белому ничего вспоминать не пришлось. Он талантливо создает шоу в любом месте и в любое время. И в очередной раз удивил коллег по цеху сюрпризами. Простите своим бокальчиком, это съедобно. Да? Попробуем, что это за глаза. Один глаз натал себе, пожалуйста. Меня угощает сегодня глазами Артем Белый. Вот там и глаз, те самые глаза. Ммм, это все вкусно. Экстравагантные номера, роскошные костюмы и, конечно, чистейший вокал. Все это сегодня финалисты «Фактор Бай» предоставили зрителю под сладким соусом. Но не все ингредиенты блюда оказались зрителям по вкусу. Голоса распределились так, что в программе на вылет оказались трое участников. Артем Евлахов покинул проект «Навсегда». Андрею Колосову и Пьеру Эделю дали еще один шанс исправиться и исполнить спасительную песню, оценки за которую ставили судьи. Вокальные способности одного и другого вокалистов не оставили сомнений у судей. Поэтому сделать выбор было, ох, как непросто. Но в шоу остается один. И в этот раз победу в равной вокальной борьбе одержал Андрей Колосов. Вокалисты, которые покинули проект сегодня, Пьер Эдель и Артем Евлахов, не считают свой уход с «Фактор Бай» крахом. Парни планируют нести свое творчество людям и дальше. Все именно так, как мы привидели с Андрюшей. И все именно так, как я думал, будет. Я благодарен проекту. Есть чем заниматься, будем развиваться. Всем спасибо. В игре остались 10 финалистов. Каждый из них мечтает лишь об одном – победить и заполучить главный приз нашего шоу. И как бы сложно ни было, их цели не помешает ничто. Первый прямой эфир шоу «Фактор Бай» отгремел. Дальше больше. Это значит, что мы с вами увидимся в следующую пятницу в 20.45 на телеканале «Беларусь-1». С вами была я, Хелена Мирай. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова